Сахарный диабет второго типа. После постановки диагноза 72-летний Иван Нагорняк отказался от спиртного и курения. Начал считать количество сахара в продуктах перед каждым приемом пищи. Так он контролирует уровень глюкозы в крови. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Вот после этого, как приехал, пошла гипертония, пошла щитовидка. А потом и сахар. И вот с тех пор живем, боремся с этой нехорошей болезнью. Иван Нагорняк получает медпомощь в эндокринологическом отделении Краевой клинической больницы. Здесь есть все необходимое, кроме мест для пациентов. Медикам пришлось снизить наполняемость отделения до 80%, чтобы уменьшить риски заражения в условиях эпидемии COVID-19. И лекарственные препараты есть, и диагностика есть, и знаем, как лечить. Но, к сожалению, сейчас врачи настолько перегружены. Все знают нашу городскую больницу номер 5, где самый главный ковидный госпиталь. Отделение эндокринологии на 60 коек, которое располагалось в этой больнице, сейчас она называется третья пульмонология. И все эндокринологи, они работают в качестве врачей ковидного госпиталя. Число больных с сахарным диабетом второго типа за последний год в Алтайском крае снизилось. 91,5 тысячи человек в 2021-м против 92,8 тысяч человек в прошлом. На статистику повлиял рост заболеваемости и ограничение плановой медпомощи. При диабете высок риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и, как следствие, летального исхода. Некоторые пациенты по ряду причин вовремя не обращаются, не могут обратиться к доктору. И появляются у нас уже в состоянии достаточно тяжелом, с тяжелыми осложнениями. На фоне коронавирусной инфекции мы получаем много экстренных пациентов в отделении. И при этом мы должны выполнять и свою плановую работу. Первый тип диабета связан с аутоиммунными заболеваниями. В крае с таким диагнозом 4,5 тысячи человек. Второй тип – приобретенный. Ему сопутствуют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Ожирение может спровоцировать диабет. Чем больше масса тела, тем хуже организм воспринимает собственный инсулин. Снизить риски поможет здоровый образ жизни и правильное питание. Если человек имеет ожирение и не ест сладкое, он не провоцирует свою поджелудочную железу. То есть поджелудочная железа перенагружается. Понимаете, вот лошадь, она тянет ввоз. Ввоз тяжелый, ей тяжело. Если эту лошадь стягать, она просто упадет и умрет. Ковид-19 провоцирует диабет. Временный или ранее не выявленный. Медики советуют вакцинироваться от коронавируса. Так организм легче перенесет инфекцию. И можно избежать осложнений после болезни. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости.